Боже, будь милостив к нам Боже, будь милостив к нам И благослови нас Осведи нас лицем Твоим Да, мы поздали на земле Путь Твой Во всех народах спасение Твое Да, воспаля Тебя, народы Божьи Да, воспаля Тебя, народы все Да, воспаля Тебя, народы Божьи Да, воспаля Тебя, народы все Будь милостив к нам, Господь Боже, будь милостив к нам И благослови нас Осведи нас лицем Твоим Боже, будь милостив к нам Боже, благослови нас И благослови нас Осведи нас лицем Твоим Да, мы поздали на земле Боже, будь милостив к нам Боже, благослови нас Боже, благослови нас Боже, благослови нас Да, восхвалят Тебя, народы все, будь восхвален Господь. Да, восхвалят Тебя, народы все, будь восхвален Господь, вся слава Тебе, вся честь Тебе, вся слава Тебе. Ты один достой, наш Господь, слава Богу. Я приветствую вас всех, братья и сестры, на этом месте. Сегодня прекрасный день сотворил Господь. Давайте мы повернемся друг к другу и скажем, сегодня прекрасный день. И мы сегодня особенно хотим поприветствовать тех людей, которые пришли к нам в первый раз, гости из других церквей. Поднимите, пожалуйста, вашу руку, помахайте мне рукой. Мы очень рады видеть вас. Мы приветствуем вас сегодня в церкви спасения. Я хочу сказать вам одно маленькое слово. Вы знаете, вы сегодня в правильном месте, и Бог сегодня будет говорить к вам. Откройте свое сердце пред Господом, и Бог будет особенно говорить к вам. И хочу зачитать слово Божье, Деяние, 17 глава. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. И последний стих я хочу повторить. Бог говорит в этом отрывке из Библии, что Он сотворил нас. И в каждом из нас заложено огромное желание искать Господа. Он нас так сотворил, чтобы мы искали встречи с Ним, искали общение с Ним. И Он обещает нам, когда мы будем открывать свои сердца и искренне искать Его, да не ощутят ли и не найдут ли Его, Он говорит. Мы обязательно найдем Его. Мы обязательно ощутим Его присутствие, ощутим Его прикосновение, услышим Его голос. И давайте мы помолимся в этой первой молитве, откроем свое сердце пред Господом и попросим Его благословения. Господь наш Бог, великий и прекрасный, чудесный Господь, Ты сотворил всех нас, Ты сотворил эту землю, небо, Ты сотворил каждого Господи, и Ты находишься рядом с каждым из нас. Господь Бог, мы открываем свои сердца пред Тобой, и мы просим Тебя, Господь, прикоснись сегодня к нам. Мы хотим искать Тебя, мы хотим, Господи, пребывать в Тебе, мы хотим, Господи, прикоснуться к Тебе, мы хотим сегодня слышать Тебя, мы хотим, Господи, ощутить Твое благословение, Твое благоволение к нам и Твою милость сегодня каждому из нас. Господи, благослови нас, благослови нас Своим присутствием, освети нас Своим лицом, и да прославится имя Твое, великого, прекрасного, могущественного Бога, Царя Царей, Господа Господствующего. Аминь. И мы будем проставлять нашего Бога. Аллилуйя! Наш Господь достоин, и мы будем петь «Прославлю, вознесу Его!» Распрославлю, вознесу, за небесную красу, Буду петь, буду жить, и тебя благодарить За солнце на земле, за рассветом головой Все душой воспою, просто я тебя люблю Распрославлю, Господь, и великий всемогущий Распрославлю, вознесу, за небесную красу Буду петь, буду жить, и тебя благодарить За солнце на земле, за рассветом головой Все душой воспою, просто я тебя люблю Пой, сердце о любви святой Пой, да не упал, дай Пусть я Бог великий, Бог живой Сердце твой, Богом расставляй Да, прославлю, вознесу, на небесную красу Буду петь, буду жить, и тебя благодарить За солнце на земле, за рассветом головой Всей душой оставлю, просто я тебя люблю Славим тебя, Господь, ты достоин всех полых Славный всемогущий Ты, Господь, только ты, Бог наш, и только ты, Царь наш Ты наполняешь жизнь, и тебя мы славим Бог, ты наполнил жизнь мою Я лишь в тебе могла Ты, Влад, и я тебе пою О, Господь, ты великий свят Стран, раз, словлю, вознесу, за небесную красу Буду петь, буду жить, и тебя благодарить За солнце на земле, за рассветом головой Всей душой воспалю, просто я тебя люблю Славлю, вознесу, за небесную красу Буду петь, буду жить, и тебя благодарить За солнце на земле, за рассветом головой Всей душой воспалю, просто я тебя люблю Расславлю, вознесу, за небесную красу Буду петь, буду жить, и тебя благодарить За солнце на земле, за рассветом головой Всей душой воспалю, просто я тебя люблю Расславлю, вознесу, за небесную красу Буду петь, буду жить, и тебя благодарить За солнце на земле, за рассветом головой Всей душой воспалю, просто я тебя люблю Всей душой воспалю, просто я тебя люблю Только тебя, Господь, только тебя, Иисус Расславляет тебя, Господь Наш Бог, наш царь, еще громче от благосленно Для нашего Царя Иисус восседает на троне И мы будем петь, что Он искупил нас от смерти Освободил от суеты Он искупил тебя от смерти Освободил от суеты Вознес на крест твои болезни Теперь навек свободен ты Его рука освобождает Он, царь, царей, сомнения прочь Иисус дает свои решения И Он готов тебе помочь Иисус на троне Он, царь, вся власть, она ему Все торжествует Христос прошел свой смрак и путь Держит все в руке своей Бог поглобит царь, царей Иступитель всех людей Иисус на троне Бывает время искушений Когда во путь темно не сбит Ставим учителей сомнений В плечу веселье Помоги, приходит Помощь в исповленье Небесный свет сомненья прочь Иисус дает свои решения И Он готов тебе помочь Иисус на троне Он, царь, вся власть, она ему Все торжествует Христос прошел свой смрак и путь Держит все в руке своей Бог поглобит царь, царей Иступитель всех людей Иисус на троне Иисус на троне Он, царь, вся власть, она ему Все торжествует Христос прошел сквозь пламя тьму Держит все в руке своей Бог поглобит царь, царей Иисус на троне Иисус на троне Иисус на троне Он, царь, вся власть, она ему Все торжествует Христос прошел сквозь пламя тьму Держит все в руке своей Бог поглобит царь, царей Иисус на троне 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 Он царь, вся власть дана, Ему все дачествует Христос прошел сквозь празднику Держит все в руке своей Бог, Боговый царь, царей Искупитель всех людей Иисус на троне Искупитель наш Искупитель всех людей Иисус на троне Искупитель всех людей Иисус на троне Тому, кто сидит на троне твоего сердца Господь, мы схиляемся перед тобою, Бог, наш царь наш И хочу сказать, что ты достоин хвали В своем сердце, своими устами зараз Визнай, что Господь є достоин Вин святый, Вин на цьому месте Вин поруч с тобою Достоин той, хто помер за мене Святый, 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 є Вин Господь, святый, 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 Господь во всемогу днём Кто был, кто есть и снова в ряды Иисус на троне depending Спеваю сразу, основно с небом, хвалуцарю в союзе Иисус на троне, Иначе веселка в небе Могут иначе сильный крючь. Могли скамка осяет, Великую миссию маять, Господь творец и царь царевь. Святый, 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 Господь Бог всемогущий, Богу то есть и снова ядер. Спиваю разом с небом Павлу царю царю, И все для меня, И для тебя миссии. Стою смиренно в благовинні, Я тихо чую тебе. Твоя ревья то сила, Вода, что наборила, Ты виробила меня. Святый, 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 Павлу царю царю царю, И все для меня, И для тебя миссии. Святый, 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 Господь Бог всемогущий, И для тебя миссии. Святый, 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 И для тебя миссии. Вся слава и хвала тебе, Наш Господь Иисус. Мы превосносим Твоё святое имя на этом месте. Мы величаем Тебя, Наш Спаситель. Мы величаем Тебя, Наш Искупитель. Мы величаем Тебя, Наш Бог. Мы благодарны Тебе, Господь, за этот прекрасный день. Мы благодарны Тебе, Иисус, за эту привилегию, за то, что Ты собрал нас здесь, на этом месте. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что можем прославлять Тебя. Ты есть Бог Всемогущий, Ты есть Бог Всесильный, Ты есть Бог Великий, Сегодня на этом месте мы преклоняемся пред Тобою, наш Бог. И мы так нуждаемся в Тебе. Мы просим, покрой нас милостью Твоею. Благослови нас, Господь, присутствием Твоим. Благослови все это служение и каждого, кто есть на этом месте. А Тебе одному на этом месте, Господь. Мы хотим воздать всю честь, всю славу и всю хвалу. Будь прославлен и будь превознесен во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте славу нашему Богу воздадим. Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус. Достойный славы наш Богу. Слава нашему Господу. Он достойный славы. Он живой Бог. Он вчера, сегодня, во веки тот же. Братья и сестры, мы не будем присаживаться. Мы совершим молитву. Молитву за наших деток. Сегодня наши дети имеют такую возможность посетить последнее служение в этот летний период воскресной школы. На летний период наша воскресная школа, она пойдет на каникулы, так как многие детки разъезжаются. Поэтому будет сегодня последнее служение. И начнет она свою работу уже с сентября месяца. Поэтому давайте мы благословим детей от трех до шести лет. Если они стоят возле вас, дорогие родители, возложите на них руки. Мы помолимся и благословим наших деток. Дет, во имя Иисуса Христа, мы молимся, Господь, и благословляем наших детей. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил их сердца. Чтобы Ты благословил, Господь, и их сердца были открыты для Слова Твоего. Чтобы в их сердцах, Господь, сеялось семя веры, Господь, семя Слова Твоего. Чтобы это семя укоренялось и утверждалось в их сердцах. Чтобы их жизни менялись и преображались, Господь. Благослови служение воскресной школы. Благослови учителей. Дай им мудрости, дай им терпения, дай им любви, Господь. Пускай во всем имя Твоего будет прославлено, возвеличено и благословено. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Можно отпускать деток, можно присаживаться, а учителя заберут их в фойе и проведут на служение воскресной школы. Детки могут проходить, детки от 3 до 6 лет. Братья и сестры, прошу внимания для того, чтобы выслушать объявление. Первое наше объявление. В эту среду, 27 числа, возвращаются из лагеря наши подростки. Я знаю, что мы как родители уже заждались наших детей. И в эту среду с утра они будут возвращаться. И где и когда их можно будет встретить, дополнительная информация вы сможете узнать на своих поместных церквях. Поэтому в среду, 27 июня, возвращаются подростки из лагеря. Также в среду, в 19.00 у нас состоится здесь, в храме, лидерский семинар. Мы приглашаем на этот семинар всех лидеров, всех помощников. Лидерский семинар в среду в 7 часов вечера здесь будет в храме, в церкви спасения. На 5 часов собираются детские лидеры. Пастор Оля Галкина собирает всех детских лидеров на 5 часов здесь, в храме. Поэтому в среду в 7 часов лидерский семинар общий, а в 5 часов собираются детские лидеры. Хочу напомнить, что следующее служение у нас будет водное крещение. Поэтому все, кто готовится к водному крещению, в следующий раз на первом и на втором потоке у нас будет водное крещение. Также кто готовится перейти к нам из другой церкви, вы сможете это сделать в следующий раз. Также кто хочет восстановиться в членстве в церкви, также сможете сделать это на следующем служении. О семинарах, допусках, когда и где они будут проходить, тоже будет дополнительно объявлено на поместных церквях. И также следующее служение у нас будет заповедь причастия. Поэтому мы можем готовить наши сердца и в следующее служение у нас будет заповедь причастия. События, которые будут у нас, все служения, которые будут у нас в июле месяце, они описаны в таком вот зелененьком красивом бюллетене. Этот бюллетень мы можем взять после служения. В фойе там описаны все мероприятия на июль месяц, все церковные служения. Пусть Бог благословит всех нас. Витаю вас, братья и сестры. И хочу сказать, что те, что бюллетки вертаются, кто-то ждет, кто-то думает, может еще трое побули, трое еще подпочели. Майте на увазе, они от нас. Я только на этом неделе вернулся из бюллеткового заезда. И я был фактически от самого начала. И буквально позавчора, как я вернулся из табора. Хочу вам сказать, насколько Бог благословляет наших подлитков, насколько Бог благословляет наш табір. Я знаю, мы уже делалися среди пастыров. И насколько Бог почав благословлять, когда первый заезд был благословен, то Бог, Он и Альфа и Омега. Он почавши, Он продолжает. Буквально декілька вещей хочу сказать про особенности самих подлиткового заезда. Вы знаете, у нас это первый подлитковый заезд. У нас никогда до этого конкретно подлиткового заезда не было. Были дитячий и молодежный. А теперь есть и дитячий, и молодежный, и от первый подлитковый. Что я вам хочу сказать? Я зрозумев, что подлитки – это не дети. Они уже давно не дети. Вже целых один, два, в кого-то три года, но они уже не дети. Это еще начебто не молодь, но они уже не дети. Когда мы заехали туда, мы смогли в этом переконаться. Они хотят, чтобы они ставились как до родственных. У них родственные вопросы, у них родственные потребления уже. Зовно они еще выглядят почти как дети. И так часто хочется, взявши микрофон, сказать, дорогие дети. Но когда ты только говоришь слово «дети», ты бачишь, что подлитки напрягаются. Они не хотят быть детьми, они уже хотят быть дорослыми. Зовно они еще как дети, но в середине у них дорослые вопросы. Когда на второй день нашего табора было возможно, чтобы они записали свои вопросы, мы давали ответы на них, я хочу вам сказать, что я был в шоции. Я не знал, что у подлитков настолько серьезные вопросы. Я думал, знаете, какие вопросы будут? Можно с девчатками за ручку гулять, или не можно? А почему до веселия не можно целоваться? А как можно встречаться? Я вам скажу, вот такие вопросы молодь обычно пишет. Отже, молодь пишет такие вопросы. Я думал, что у них такие вопросы будут. А какие у них были вопросы, братцы? У них были вопросы, а как чувствовать, что до тебя говорит сам Святой Дух? А как найти волю Божию для своего жизни? А как справиться с успехами? Больше того, были такие вопросы, я вообще не знал, что в их головах такое может быть. От, для прикладу, вопрос. А почему у семьях, где здоровые батьки, народжаются хворие дети, если эти дети еще не сделали ни одного греха? Да, какие вопросы, когда я их прочитал, у меня просто, вы знаете, у меня мурашки по тілу бігли. Я думаю, не уже в таких маленьких головках появляются такие серьезные вопросы? В них, когда я прочитал эти вопросы, я зрозумів, что мы имеем дело не с детьми. Мы имеем дело уже почти с дорослыми. Больше, что хочу сказать, сколько подлитков энергии вы не представляете? В них столько энергии. Это такой потенциал, это такой капитал величезный. И что особо вразило, как я сказал, первое, это то, что это уже не дети. А второе, что при том всему, что они уже по мисленню, по своим потребам, по своим запросам, они уже не дети. А в души у них еще збереглася ця дитячая безпосредственность до Господа Иисуса Христа. Когда у нас был день покаяния, это было в четверг, когда у нас был день покаяния, в цей день на заклик до покаяния вийшло наперед для молитвы, для того, чтобы посвятить своё життя Господу Иисусу Христу. Мы даже не могли бы порахувати, но так приблизно десь біля ста человек, біля ста детей. Пів залу. В табори у нас сьогодні разом з наставниками 220. Но реально на местах осталось очень мало. Я думаю, что на местах, я так дивился по залу, залишились те, кто, ну, уже реально с Господом Иисусом Христом. А от всі, хто мав какие-то, або были невіруючи зовсім діти, або хто мав какие-то питания, что не до кінца був посвячений Богове. Вони стояли спереду, вони молились посвячуючи своё життя Господу. Ну, и далее я уже поехал, но я знаю, что на наступный день, у пятницу, когда приезжал служить им пастор Сергей Шедловский, у них была молитва с поклонением целую годину. И это без перебільшения, это уже деколька джоел информации переверено, что діти плакали так, что у наставников футболки были мокрые от слез. Они только на груди наставникам попадали и рыдали под час молитви так, что футболки можно было выкручивать. Настолько Бог торкается. И знаете, вот с каждым днем глибше, глибше, глибше. Завтра будет служение с киньей, и мы верим, что Бог сделает что-то невероятное. Мы бачим, как Бог поднимает это поколение, как Бог благословляет их. Тому слава Богу за наших подлитков. Ну, а ли 27-го они уже повертаются. Тому я одна только хочу попередить. Если они приедут, и вы не впизнаете вашу дитину, потому что в ней очи святятся, не лякайтеся, это нормально. Это значит, что в ее сердце торкнулся Господь, и діти повернулись совсем другими. Мы сейчас помолимся за наш молодежный заезд. Уже на этом неделе у нас отправляется первый молодежный заезд. Я хотел бы, чтобы мы могли сейчас запросить сюда вперед всю молодь, которая едет в этот заезд. Он будет с 28-го червня по 7-го липня. Давайте мы запросим сюда, давайте аплодисментами привитаем молодь, которая едет на этот заезд. 28-го червня. Молодь наша благословена. Проходите сюда вперед. Также наставники, координаторы, працовники, весь персонал, працовники кухни, все, волонтеры, будь ласка, все, где наша молодь, те, кто едут. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наставники, координатори, працівники. А це ж перший поток, братя и сестры, вони ж сплять ще. Вони будуть на другому, у нас зазвичай молоді більше на другому. Ну, це в наш перший заезд. І давайте ми благословимо. Вже 28-го червня починається перший молодежный заезд. Давайте ми встанемо і помолимося за них. Господь, сьогодні ми молимося во ім'я Ісуса Христа, і ми благословляємо в Твоє ім'я нашу молодь. Боже, ми настільки вдячні Тобі, що Ти благословляєш табір, що Ти благословив дітей, Ти благословив підлітків, і ми знаємо, Боже, Ти працюєш по наростаючій, що молодіжний заезд буде ще більш благословений. Ми сьогодні благословляємо всіх молодих людей, які поїдуть в табір. Ми благословляємо, Господь, щоб там їхнє життя, їхнє здоров'я були під Твоїм покровом, під Твоїм захистом. Ми благословляємо, що вони пережили особисту зустрічі з Тобою, і вони вже ніколи не були такими самими, щоб вони повернулися іншими після цих переживань. Ми просимо, благослови, Господь, всю команду, яка буде служити, всіх наставників, благослови всіх координаторів, всіх служителів, всіх волонтерів, всіх працівників, які були там на цей час. Господи, хай буде цей табір благослований Тобою во ім'я Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми благословляємо во ім'я Ісуса. Амінь. Під наші оплески, будь ласка, проходьте до залу. Слава Господу! Молодь 28 числа вже відправляється. Ну, а зараз ми можемо присісти, я хотів би запросити на цю сцену для виконання пісні, для служення пісною сім'ю Остапчуків. Вони будуть співати нам про вірність і любов Божу, вірність і милість Господню. Давайте ми привітаємо сім'ю Остапчуків. Дякую! 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 Для того, що ми хочемо розраховувати на Бога. Дуже часто, коли особливо приходять такі ситуації, коли і гори рухаються з місця в нашому житті, коли все трясеться навколо, холми колібаються, нам так хочеться, щоб у нас була надійна основа, щоб у нас було на кого опертися, щоб ми могли знати, ми на Бога можемо 100% розраховувати. Але я хотів би сказати з воротну сторону, Бог дуже хоче розраховувати на нас. Ми хочемо розраховувати на Бога. Но отношение – это всегда двусторонний процесс. В отношении – это дорога с двусторонним движением. И так же Бог хочет рассчитывать на нас. И большинство обетниц, когда я начал читать Библию, когда я начал читать на то, что говорит Боже Слово, когда оно что-то обещает, большинство обетниц, они стосуются далеко не всех людей. И далеко не все люди могут ними пользоваться. И даже эта обетница, которую мы прочитали, она стосуется тех людей, и написано «Завет Мира Майво не поколеблюсь». Тих людей, которые в заветах с Богом. Сегодня не все люди могут просто открыть Слово Божие и сказать «О, какая хорошая обетница». Наверное, это для меня. Потому что большинство обетниц, они стосуются тех людей, которые с Богом в заветах. Тогда, когда человек в заветах с Богом, давайте я скажу простейше, когда он с Богом в отношениях к договору, то будь-який договор, он имеет двое складовое. Он имеет право и обязанности с одного боку, и он имеет право и обязанности с другого боку. И Бог с Своего Бока даёт гарантию, Он говорит «Когда ты в заветах с Мною, будет все вокруг хитаться, но я на твоей стороне. Я приведу тебя через это життя. Я приведу тебя через все буря и шторм. Я приведу тебя в небеса. Я твий Бог, который будет с тобой не только на этой земле, но и буду с тобой в вечности». Но с другого боку Бог говорит «Для этого, чтобы эти умовы діяли, ты маешь также быть в заветах с Мною». И я также хочу рассчитывать на тебя. Когда я спилкуюсь с людьми, которые еще не вступили в завет с Богом, которые еще не приняли в одних решениях, и некоторые люди скажут мне «Ти знаешь, я просто еще не готовый». От я не готовый. Знаете, что я зрозумів? Мы никогда не сможем быть на 100% готовыми до того, чтобы просто взяти и вступить в относительный завет. Я пригадую, когда я одружался. Честно сказать, если я был готовый в 21-21, ну, 22 мне виповнилось буквально 2 дня до мого веселья, если я был готовый на 100% до того, чтобы стати человеком. Честно сказать, когда я сгадую, думал, «Боже мой, молодец, зеленец, что думал, когда женился?» Взагалі, я зрозумів, что я не готовый на 2-й день после веселья. Я просто, когда я зрозумів, яка ответственность на меня легла, я зрозумів, какие обувисти на меня легли, я подумал, «Боже, так и я еще не готовый». Но уже было поздно. И слава Богу! Ни одна девчина, напевно, когда она выходит замуж, она до конца не осуществляет, что будет вперед. И, напевно, я скажу, а когда мы родим детьми, 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 очень редко кто-то может сказать, что готовый уже от 100% на 2-й день. Дитина кричит, ей нужно успокоить, про нее нужен догляд. И сколько мне довелось бачить молодых матерей, которые плачут и говорят, «Я же не знала, что так будет! Я же не готова!» Но уже все, все закончено. Послушай, я скажу так, если ты думаешь, я не готовый до относительно завета с Богом, ты никогда не будешь готовый прямо на 100%. Все своё життя. Ты просто будешь змушен рухаться за Богом и этот завет подтверждать. Слово «не готовый» — это не виправдание. Стоять питание, не в том, даже наскільки ти... Деякі люди говорят, «А вдруг я оступлюся? А вдруг у меня что-то не получится?» Ты оступишься, а в тебе не получится. Это 100%. И я после моего завету с Богом были випадки, оступался, и у меня не все получалось. Это не означает, что когда ты в заветі с Богом, ты теперь мусишь быть идеальный. Ні. Мы говорим трошки про інше. Питание не в готовности. Питание в божанні. Хочешь ты быть в заветі с Богом, чи ні? Когда двое людей одружаются, это не в том, готовы они до шлюбы, или нет? На 100%. Питание в том, что они любят один на одного. Я хочу сказать тебе, если ты любишь Бога, ты будешь в заветі с Ним. Твоя любовь, она приведет тебя до отношений договора, до отношений завету. И тогда Бог сможет сказать, ты в заветі с мной, горы сдвинуться, холмы поколеблются, но завет, мира моего не поколеблются. А ты сможешь знать, я в заветі с Ним. Мне тримают отношения завету. Бог может так же разруховывать на меня. Братя и сестры, я хотел бы, чтобы мы могли сейчас помилиться за тех людей, которые еще не в заветі с Богом, которые еще не подписали, не заключили цего договора через святе водное хрещение, чтобы каждая людина, вона могла ввести в повноту отношений с Богом, чтобы каждая людина могла ввести в эту Божу благодать. Сегодня, когда люди приходят и они говорят, а чему, а как, а что, а чему Бог там не допоміг, а чему ця обетниця не працює, у меня завжди питание таке. Чекай, давай сначала разберемся с простым питанием. А кто ты для Бога? Когда народ Израиля приходит труднощий в их життя, знаете, до чого они апелювали, до чого они закликали? Они завжди говорили, Боже, мы Твой народ, мы народ, который в заветі с Тобой. Поэтому, первое, с чего все начинается, ввести с ним в завет, а тогда ты сможешь сказать, Бог, я Твой. Знаете, когда приходят труднощи в моё життя, я приходу до Него и говорю, Бог, я Твой. Я 12 років назад заключил завет с Тобою. Я пам'ятаю, як я стояв у воді, як я обіцяв, що я с Тобою на все життя, Бог, я Твой, я вже не свій. Господи, ну не вже, я Твой, і Ти мене оставиш. В нас є договір. Мені є на що опертися. Я знаю, хто я Тобі, і я знаю, хто ти мені. Давайте ми встанемо зараз перед Господом. І давайте ми помолимося на те, щоб наступного разу усі люди, які люблять Господа, які прагнуть Бога, вони вступили з Нему відносини завіту через святе водне хрещення. Господь, ми сьогодні молимося за тих людей, які ще не в завіті з Тобою, які відвідують церкву, можливо, які покаялися, проходять наставництво, але вони ще не прийняли рішення служити тобі в чистій, добрій совісті до кінця життя. Ми просимо Господь, щоб кожна людина могла вступити в завіт з Тобою. Ми знаємо, що Ти хочеш цього, Ти бажаєш цього. Ти перший ініціатор цих відносин, Ти ініціатор цього завіту. І ми сьогодні просимо, Господи, благослови кожного, хто ще не вступив в завіт з Тобою, хто ще не прийняв водне хрещення, щоб ми могли стати свідками цієї радісної події. Ми благословляємо сьогодні всіх людей, які готуються до хрещення. Може, ще на цьому тижні будуть якісь сумніви, може, ще будуть якісь вагання, може, будуть навіть якісь атаки диявола. Ми просимо іменем Ісуса Христа захисти і покрий, Господи. Дай перемогу над всякими сумнівами і переживаннями. Дай перемогу над всякими атаками ворожими. Захисти і покрий, щоб ми могли бачити, що Твій народ, він є в завіті з Тобою. І кожен, хто любить Тебе, він заключив з Тобою цей договір в духовному світі. Ми дякуємо Тобі, Господь, і ми віримо, що в наступну неділю наші серця будуть радіти тому, що багато людей приєднаються до Твоєї церкви і в відносинах з Тобою вийдуть у завіт. Дякуємо Тобі, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми будемо поклонятися зараз, браті і сестри. Давайте в цьому поклонінні ми прийдемо до Господу і скажемо, Боже, ми знаємо, ми Тобі не чужі. Ми в відносинах з Тобою, ми в відносинах з завіту. Давайте ми прийдемо до Господа, як до того, хто для нас рідний, як до того, хто для нас близький, як до того, хто завжди нас розуміє, хто завжди нас підтримує, хто завжди на нашій стороні. Наш Бог за нас. Давайте ми будемо поклонятися такому Богу і зустрінемося з Ним у молитві і поклонінні. Кажкий день Я только строчка в книге той, что пишет он. Бог великий и святой, Он пред Тобой склонится все. Из века в век Ты управляешь. Небо, Вы, землей, Владыка мой, Коснись и будь со мной. С Тобой иду по жизненной тропинке, Я восхищаюсь, я восхищаюсь милостью Твоей. И хоть я странник в этой жизни тленной, Ты дорожишь мной и хранишь во всем. Бог великий и святой, Пред Тобой склонится все. Из века в век Ты управляешь. Небо, Вы, землей, Владыка мой, Коснись и будь со мной пугой, Бог великий и святой, Пред Тобой склонится все. Из века в век Ты управляешь. Небо, Вы, землей, Владыка мой, Коснись и будь со мной. Каждый день вокруг себя я вижу Твое величие и любовь во всем. И нет заслуг моих для этой чести. Я только строчка в книге той, Что пишет он с Тобой, Господь. С Тобой иду по жизненной тропинке, Я восхищаюсь милостью Твоей. И хоть я странник в этой жизни тленной, Ты горожишь мною и гранишь во всем. Бог великий и святой, Пред Тобой склонится все. Из века в век Ты управляешь. Небо, мы, землей, Владыка мой, Коснись и будь со мной, Бог великий. Бог великий и святой, Пред Тобой склонится все. Из века в век Ты управляешь. Небо, мы, землей, Владыка мой, Коснись и будь со мной, Коснись и будь со мной. Бог великий и святой, Бог великий, Пред Тобой склонится все. Из века в век Ты управляешь. Небо, мы, землей, Владыка мой, Коснись и будь со мной, Коснись и будь со мной, Бог великий, Бог великий и святой, Пред Тобой склонится все. Из века в век Ты управляешь. Небо, мы, землей, Владыка мой, Коснись и будь со мной, Коснись и будь со мной, Каждый день покроешь себя не вижу. Ты все создал, Своей премудростью основал, Ты всем этим управляешь. Все покоронено, Все подчинено Тебе. Дорогой наш Бог, Твой разум не исследим, Твое могущество невозможно измерить. Нет никого Тебе подобного. Ты есть Бог всесильный и могущественный. Мы во всем от Тебя зависим. Мы Тебе поклоняемся на этом месте, как Творцу, как Царю, Царю всего творения, к премудрому и истинному вечному Богу. Ты тот, Который был и есть и всегда будешь. Ты, Который превыше всех. Всякое колено преклонится перед Тобой. Всякие языки исповедуют Тебя Господа. Спасибо Тебе, наш Бог, что Ты избрал нас, как детей Своих. Назвал нас народом Твоим. Печешься о нас, заботишься о нас, любишь нас. Спасибо, что можем надеяться и уповать на Тебя. Мы благодарны Тебе, что Ты нашел нас в этом мире. Мы можем сегодня на этом месте, в этом храме поклоняться Тебе. Мы хотим исповедовать, Ты есть Бог наш, Царь наш, Ты есть Господь наш. Мы преклоняемся перед Тобой, осознаем все величие Твое. Осознаем могущество Твое. Ты есть основание наше, покров наш и защита наша. Во всем зависим от Тебя. Славный чудный наш Бог, прими наше поклонение, искреннее поклонение. Сегодня Твой народ перед Тобой смиряется. Сегодня Твой народ чтит имя Твое. Сегодня Твой народ хвалится Тобой. Сегодня Твой народ в страхе, в благоговении пребывает перед Тобой. Мы любим Тебя, наш Бог. Мы Тебя всем сердцем ищем. Поклоняемся Тебе всей душою и всем разумением. Хотим постичь пути Твои. Хотим постичь волю Твою. Да исполнится она в жизни нашей. Да исполнится она в судьбах наших. Да передаст она потомкам нашим. Благослови нас, Господи. На этом месте учи нас, наставляй нас, назидай нас, веди нас, направляй нас. Мы Тебе поклоняемся, дорогой наш Бог. Признаем, что Ты есть Бог над нами. И Твое величие неисследимо. Дорогие братья и сестры, наш Бог – это Бог, а мы люди. Наш Бог ни от чего не зависит, мы зависимы. Какой бы ни был человек, какое бы высокое положение он ни занимал в обществе, сколько бы у него ни было достижений, кем бы он ни был, каким бы великим он ни был, он зависимый человек. Возьми у него, забери воздух – он умрет. Он зависит от того, чтобы было чем дышать. Забери у любого человека еду или что пить – он умрет, кем бы он ни был. Возьми у любого человека, забери тепло или посели его в условия, в которых жить невозможно. Там будет или очень холодно, или очень жарко – он умрет. Потому что мы зависимые люди. Никто из людей не может сказать – я независимый человек. Ничего подобного – мы все зависимые люди. Но наш Бог не зависит ни от чего и ни от кого. Если не будет воздуха – Бог не умрет. Бог не зависит от того, есть еда или ее нет. Бог не зависит от того, есть тепло или его нет. Бог никогда ни от чего не зависел, не зависит и не будет зависеть. Он превыше всего. Библия говорит, что в нем есть источник жизни. Он имеет жизнь в самом себе. он черпает эту жизнь из самого себя и ни от кого не зависит но мы зависим от него братья сестры он есть источник жизни наши и давайте мы сегодня как его народ смиримся пред ним и скажем бог мы зависим от тебя полностью на сто процентов мы знаем что только в тебе источник жизни нашей ты из бога мы из люди ты независимый а мы зависим от тебя мы тебя почитаем мы перед тобой склоняемся признаем весь твой авторитет все твой величие мы знаем что если ты отберешь у нас дух мы умрем в одну секунду ты отберешь у нас милость и мы и мы все мы бы умрем без этой милости мы живем милостью господней мы живем потому что он продлевает дни жизни нашей все что мы имеем в жизни наше доброго это он нам дал братья сестры дорогие все в нашей жизни зависит от бога смотрите что говорит больше слово избавит господь душу рабов своих и никто из уповающих на него не погибнет кто такой уповающий человек тот который взирает и ожидает помощь не только я не завишу от этого мне это не нужно вот который приходит мне это нужно я тебя завишу я на тебя уповаю я ожидаю тебя помощи я ожидаю тебя милости тогда библия говорит избавит господь душу рабов своих и никто из уповающих на него не погибнет у нас есть много нужд они написаны в этой корзинке возможно кто-то не написал эту нужду она есть в вашем сердце это самая великая нужда может возможно в жизни великая борьба возможно в жизни какое-то великое отчаяние постигла вас и ни на кого нету помощи давайте мы сейчас как народ божий скажем боже мы уповаем на тебя мы зависим от тебя в тебе источник жизни нашей мы сегодня не ищем этого нигде мы к тебе сегодня пришли склонились мы знаем что ты благословишь нас ибо мы народ твой ты продлишь свою милость прострешь свою милость к нам а мне братья сестры давайте мы искренне помолимся к богу дорогой наш господь иисус христос тот который умер за нас тот который понес все наши грехи немощи проклятия беззаконие все зло жизни наши мы сегодня славим тебя как бога великого всемогущего мы сегодня славить бы как того который воскрес его сделала десну отца и который сейчас ходатайству за нас мы славим тебя бог отец иисус и святой дух мы признаем все твое величие ты имеешь жизнь в самом себе ты не нуждаешься чтобы чтобы кто-то тебе что-то давал ты сам даешь всему жизнь и все творение сегодня зависит от тебя и взывает тебя и просит пошли на милость твою господи благослови рабов твоих господь пруповает на тебя который надеется на тебя который взирают на тебя с надеждой благослови нас господи ты видишь эти нужды которые написаны на бумажечках ты видишь трицать тех людей которые взывают к тебе и уповают на тебя благослови господь как ни была нужда ты всевышний ты превыше Всего ты даешь жизнь и дыхание, ты даешь милость, благослови Господь рабов твоих, Тех, которые сейчас в зале, те, которые взывают к тебе в уповании и надежде, Просри свою милость и благослови своих рабов, избав души рабов твоих, Избав того, который мучается в болях, избав того, который мучается в борьбе, в страданиях, Который взывает Тебе в слезах и просит, помилуй меня, царь, помилуй Бог. Помилуй, по на Тебя уповаю, на Тебя надеюсь, простремилась Свою. Ибо Ты управляешь всею вселенную, великий Бог. Ты управляешь всем, Господь, всеми народами, всеми веками. Ты есть Бог Всевышний. Слава Тебе, честь Тебе, хвала Тебе. Все при Тобое склонится, все Тебе поклонится. Слава Тебе, честь небо, мы землей, Владыка мой, коснись и будь со мной. Бог, великий и святой, пред Тобой склонится все. Бог, великий и святой, пред Тобой склонится все. Слава Тебе, честь небо, мы землей, Владыка мой, коснись и будь со мной. Наш Владыка, наш Царь, коснись сегодня наших сердец. Преобрази нас в свой образ. Отсеки все, что лишнее и ненужное. Дай нам то, что принесет нам благо. Дай нам то, что принесет нам благо. Проговори сегодня в наши сердца. Коснись сегодня нашего духа. Избав нас, Господь, сегодня. Очисти и омой кровью Иисуса Христа, Сына Божьего. Наставь нас на путь истины, научи нас. Мы открываем сегодня наши уши, чтобы слышать. Мы открываем сегодня наши сердца, чтобы учиться у ног Твоих, Иисус. Наш наставник и учитель, Святой Дух, помоги нам сегодня постичь Божьей истины. Мы просим Тебя об этом, мы нуждаемся в Тебе, мы уповаем на Тебя. Без Тебя мы бродим во тьме, но во свете Твоем мы видим свет, мы видим выход. Мы поклоняемся Тебе, наш Бог. И пусть все это служение пройдет именно так, как Ты запланировал его на небе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня чудесное благословенное служение. Бог будет благословлять нас в каждой части. И сегодня сейчас будет слово Божье. К нам приехал пастырь. Это член Духовного Совета нашей Церкви, нашего объединения. Это региональный пастырь, а также пастырь из города Кременчуга. Я хочу пригласить Александра Беляева. Давайте мы его поприветствуем. Александр, да благословите Благесподь. Приветствую вас, драгоценные. Привез вам огромный привет из славного города Кременчуг. Поэтому ты можешь повернуться к своему ближнему и сказать тебе огромный привет. И присаживайтесь, драгоценные. И, пожалуйста, братья, опустите мне кафедру вниз, я вас очень-очень попрошу. Мне хотелось бы сегодня максимально быть близко к вам. И так как у нас в церкви нет такой возможности, чтобы я был близко к людям. У нас такие парапеты огромные, зал полутемный. Поэтому здесь есть прекрасная возможность спуститься и быть ближе к вам. Тем более несколько раз я был на разборе слова и уже вкусил, что такое быть между людьми. Поэтому я надеюсь, что меня потом не сильно будут ругать за это. Сегодня будет слово, которое называется «сила слов». Сила слов. Проповедь так и называется. Сила слов. Вы знаете, все, что есть на этой земле, включая человека, включая все, что сотворено, было создано Господом через слово. Бог сказал и соделалось. Бог сказал и совершилось. И Бог сказал «хорошо, хорошо, весьма». И помните, Евангелие от Иоанна так и начинается. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все было создано словом. Все было создано, и все существует благодаря Господу. Все от Него, им и к Нему. И в словах, в наших с вами словах, дорогие братья и сестры, есть великая сила. Я хотел бы в начале, перед тем еще, как мы будем читать Слово Божье, привести такой пример. Однажды Аристотель, все знакомы с Аристотелем? Все жали ему руку. Итак, однажды Аристотель, собрав свою огромную аудиторию, он поднял ту же самую тему о силе слова. И он начал говорить, насколько слова, они имеют большую силу и влияние в жизнь каждого человека. И вот студенты, сидящие там, ученики, сидящие там, одни серьезно воспринимали слова, великого мастера слова, другие думали, что думают мои друзья, соседи и те, кто рядом со мной. А третьи просто насмехались, говорили, что значит сила слова. И вот там был один из учеников, который так сидел и смеялся, и говорил, ну хорошо, сила денег, я понимаю. Сила физическая, я понимаю. Сила власти, я понимаю. Но что такое сила слова? Слово туда, слово туда, слово полетело, оно не имеет никакой силы, никакой власти. И тогда Аристотель, мудрый человек, сказал, замолчи, ну так я мягко буду говорить, замолчи, глупый ученик. Ничего ты в этом не смыслишь. Вы знаете, этот ученик, он понурил свое лицо, опустил свои глаза, ему стало очень больно и обидно, что при всей огромной аудитории его обозвали глупцом. Прошло некоторое время, Аристотель продолжал эту тему, и потом так невзначай говорит, слушай, прости меня, я в сердцах сказал это, на самом деле ты не глупый человек. Вы знаете, лицо этого ученика мгновенно поднялось и расплылось в улыбке. И после этого Аристотель сказал, а вот теперь посмотрите, как сила слова имеет влияние на человека. Ты своим словом можешь человека унизить, ты своим словом можешь человека обидеть, ты своим словом человека можешь растоптать и даже убить. Но этим же самым словом, происходящим из твоих уст, ты можешь человека ободрить, ты можешь человека поднять, ты можешь человека воскресить, ты можешь человека благословить и принести ему радость. Я хотел бы зачитать одно стихотворение. Недавно я его нашел, и оно очень мне понравилось. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести, словом можно продать и предать и купить, словом можно вразящий свинец перелить. Когда мы читаем историю, как Александр Великий, Александр Македонский, вел за собой полки, перед каждой знаменательной битвой была прекрасная речь, которая взывала о доблести, взывала о том, чтобы оставить страх, взывала о том, что впереди нас ждет великое славное будущее. И тогда полки, слыша это слово, ободрялись, наполнялись мужеством и вперед шли. И мы знаем, что армия Александра Македонского завоевала очень-очень много. Ни до него, ни после него, наверное, больше никто не завоевал территории. Он обладал этим искусством слова, ораторским искусством. Давайте мы с вами, для того, чтобы понять это уже полностью до самого конца, увидим, что Библия наполнена к нам наставлениями о том, какую силу имеют наши слова. Мы сегодня будем читать с вами из синодального перевода, из современного перевода, а также из греческого перевода, тоже современного. Поэтому, если вы будете открывать синодальный перевод и будете видеть, что вообще-то смысл тот же, а слова чуть-чуть другие, не пугайтесь. Это та же самая Библия. Итак, мы откроем с вами первое место Писания. Писания – это Иакова, 3 глава, со 2 по 12 стих. Мы с вами прочитаем. Иакова 3, 2, 12. Здесь сказано. Братья, не стремитесь все стать учителями. Знайте, что нас, учителей, будут судить более строго. Ведь все мы много грешим. Кто не грешит словами, тот уже человек зрелый, способный держать в узде все тело. Так, вложив лошади в рот удила, чтобы починить ее себе, мы управляем всем ее телом. И вот, к примеру, корабли. Они такие огромные, ими движут могучие ветры, а направляет их воля кормчива с помощью такого маленького руля. Так и с языком. Это совсем небольшой орган в теле. А какие непомерные у него претензии. Или возьмем огонь. Сколько дерева он сжигает. И язык – это тоже огонь. Среди остальных органов нашего тела он воплотил в себе весь неправедный мир и оскверняет все тело. Он воспламеняет все течение жизни, а его самого воспламеняет гиена. Каких только зверей, птиц, змей, морских животных и рыб не укротил уже или не укращает человеческий род. А язык не дано укротить никому из людей. Это необузданное зло, полное смертоносного яда. Языком мы благословляем Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей, созданных по подобию Бога. Из одного и того же рта исходит и благословение, и проклятие. Братья, такого не должно быть. Может ли из одного родника бить струя и пресной, и соленой воды? Братья, может ли смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы? Скорее, соленый источник даст пресную воду. Такое, знаете, очень отрезвляющее место Писания, не правда? Такое нелелеющее человеческий род и язык, который есть у человека. То, что мы с вами прочитали, я хотел бы обратить на ваше внимание, как апостол Иаков здесь говорит, язык – это совсем небольшой орган в теле. А какие непомерные у него претензии. Вы знаете, когда я посмотрел, сколько же наш язык величины, я был очень удивлен. Я никогда не думал, какого размера язык у человека. Не мерял у себя никогда свой язык. Оказывается, не проверяйте у своего соседя, сколько язык, не просите, покажешь язык, я померю. Оказывается, язык человека в среднем – это видимая часть, не та, что полностью, потому что полностью мы не говорим. Видимая часть языка – около 5 сантиметров. Может сосед сказать, слушай, у тебя такой язык аж 5 сантиметров. Максимальный язык, занесенный в книгу рекордов Гиннуса в 2009 году, это язык длиной 9 сантиметров 8 миллиметров. Я думал, это у… ну, вы поняли. Нет, оказывается, это некий англичанин. 9,8 – это самый большой, а так в среднем от 4 до 7, то есть в среднем 5 сантиметров. На самом деле, если взять свое тело, посмотри на свое тело, на свои руки, на свои пальцы, на свои ноги, по сравнению со всем остальным, что есть у тебя, язык 5 сантиметров, как спичечная коробочка, да, видимая часть. Действительно небольшой орган в теле. И этот язык, который имеешь ты, он может давать либо благословение, либо проклятие. Яков идет дальше, он говорит, этим языком мы благословляем Бога, и этим же языком мы проклинаем людей, созданных по образу и подобию Божьему. Люди научились управлять животными, они усмирили животных. Однажды, когда мы катались на лошадях, там, видите, пример есть такой, мы вкладываем удила в рот лошадям. И вот мы катались на лошадях, и действительно, если ты скачешь на лошади, и тебе нужно куда-то повернуть, скажите мне, что надо сделать, чтобы куда-то повернуть? Дать ей команду налево. Нет, я сказал налево. Она не идет, она не слушается. Там надо что-то дернуть, потому что эти удила находятся между языком и гортанью у лошади. И когда ты делаешь определенные движения, лошадь научена. Если ты дергаешь левой рукой за поводок, она туда поворачивает, правой, значит, туда. Мы научились укращать животных, рыб, разных-разных-разных. Но, Яков говорит, а языком своим не умеем управлять. Но не может такое быть, что из одного источника чечет и сладкая, и соленая вода. Итак, важность темы о том, что мы говорим, ее трудно переоценить. Потому что то, что ты говоришь, оно очень сильно влияет на твою жизнь. Аминь. Аминь. И давайте мы с вами обратимся к Якову 1 главе 19 стиху. Якова 1,19. Здесь апостол говорит. Итак, братья, везде говорит, братья, братья, но, дорогие сестры, это к вам-то уже относится. А то везде, дорогие братья, и вот сестра сидит, и муж оттолкает. Брат, слушай, это для тебя слово. У меня всегда язык за зубами. Итак, братья и сестры, говорит апостол Яков. Братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. А у людей, у нас с вами, у всех, и никто, я думаю, из нас не является исключением. Скорее наоборот. Мы скоры на слова, но как-то медлены на слышание. Мы слушаем человека, и иногда мы так думаем, что мы все знаем наперед. Вот начинает нам кто-то рассказывать о своей жизни, человек рассказывает, а ты думаешь, да-да-да, я все понял, ответ такой. Он говорит, стоп, я же еще не высказался. Библия говорит, будь медлен на слова, но будь скор на слышание. Иногда, когда мы задаем вопрос тому или другому человеку, и так, между прочим, ну, как дела, пастор Таня? А пастор Таня, возможно, хочет рассказать что-то большее, ну, к примеру, кому-то. И она начинает рассказывать, а думаешь, ой, попал, я же думал услышать просто хорошо и улыбку красивую. А оказывается, человек хочет что-то рассказать, и Библия учит нас, будь скор на слышание, услышь, что хочет сказать тебе человек. Не надо ему говорить сразу назад, то, что ты думаешь, что ты, ничего, сестра, у тебя будет все хорошо, сестра плачет, у нее проблемы, ты говоришь, ничего, Бог благословит, аминь, аминь. Как дела? Тоже не начинайте, пожалуйста, спасибо. И мы пошли дальше. И мы быстры на слова, но мы так не скоры на слышание. А апостол Яков учит нас, будьте скоры на слышание, но медленны на слова. Вы знаете, есть такая поговорка одна, что первые два года, два или три года, смотря у кого как, первые два-три года мы учим ребенка разговаривать. Разговаривать. Мы поощряем его разговаривать. Мы говорим, говори, 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 мама, папа, деда, баба. И мы рассказываем, как нужно говорить. А потом всю оставшуюся жизнь мы учим держать язык за зубами. Ну где справедливо, скажите? Библия учит нас, как мы с вами уже читали, что язык – небольшой орган в теле, но у него так много претензий. Если бы умели мы с вами, дорогие братья и сестры, дорогие присутствующие, держать язык за зубами, вспомнить все свои ситуации, насколько было бы лучше. Как мы иногда скажем что-то, а потом вот так хотим с собой что-то сделать. Зачем я это сказал? Этого не надо было говорить. Или наоборот, нужно было что-то сказать, а мы промолчали. Как важно то, что мы с вами говорим. Давайте мы откроем следующее местописание, оно будет у нас основным. Это книга-притч, 18 глава, с 20 по 21 стих. Книга-притч, 18, 20, 21. Итак, здесь сказано. «Сказанное тобою влияет на твою жизнь. Если говоришь доброе, хорошее случится в жизни твоей. Но если плохое ты говоришь, то плохое случится. Язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть. Поэтому любящие говорить должны быть готовы принять последствия сказанного». Тоже такое местописание весьма интересно. Если мы читаем его в синодальном переводе, там смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов. А здесь сказано «смерть и жизнь». Язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть. Поэтому любящие говорить должны быть готовы принять последствия сказанного. Как-то, знаете, раз и понимаешь сразу это местописание. Как-то вдруг начинаешь его понимать. Вы знаете, когда Бог дал мне вот это откровение по поводу вот этого, именно вот этих двух стихов, я однажды читал книгу-притч и прочитал эти два стиха, и я остановился. До меня вдруг начало что-то доходить. Как важно то, что я говорю. И я хочу сегодня донести всем, кто сидит в этом зале, как важно то, что каждый из нас говорит. И неважно, слышат ли тебя окружающие люди, или то, что ты говоришь в тайной комнате. Знаете, иногда проходишь мимо, в городе идешь, и есть такие люди, не знаю, есть ли в Вишневом, но в Кремчеве такие люди встречаются. Они разговаривают сами с собой. У нас в том районе, где я живу, есть одна такая бабушка, ну, хорошая бабушка, но она всегда разговаривает с собой, и она почему-то ругается все время. Вот я не буду повторять ей слова, но она вот идет, что-то она сама с собой, она говорит, вот такой-сякой, я бы тебе дала, та-да-да-да-да. И ты слушаешь его, она проклинает людей, возможно, с теми, с которыми она встречалась раньше. Она языком своим, она не говорит это кому-то конкретно, но она своим языком проклинает людей, которых она знает. И поэтому я и говорю, что очень важно то, что мы говорим окружающим людям, но и то, что мы говорим сами в себе, когда нас никто не видит, сами для себя. Однажды я слышал разговор двух сестер, такой, можно сказать, веселый, но он очень печальный был. Вот они чего-то не поладили, две сестрички. Ну, бывает, бывает, не поладили. И вот одна-другая говорит, чтоб тебя Господь благословил, а та, да нет, пусть тебя Господь благословит. Я стоял рядышком, и я подумал, это как христианский мат. Это какое-то неблагословение. Да пусть тебя Господь благословит. Да нет, пусть тебя благословит. И такая, знаете, в глазах любовь светится, язык полон благословения. И я думаю, Боже мой, что же мы делаем? Мы языком своим говорим, как будто бы правильные слова, но вкладываем туда абсолютно другой смысл. Как важно то, что мы говорим. Итак, первое, о чем я сегодня хотел бы с вами поговорить. Сказанное тобой влияет на твою жизнь. Это мы прочитали 20 стих. Сказанное тобой влияет на твою жизнь. Если говоришь доброе, хорошее случится. Если плохое, плохое случится. Опять же расскажу вам историю, как воспитывают детей в Израиле, евреи, и как в основном воспитывают детей в других странах. Когда приходит ребенок с улицы, особенно летом, тяжело увидеть в его внешнем виде опрятность, чистоту и, знаете, такую исключительность. Вот ты отправил ребеночка, накупал лялечку свою, намыл пахнущего ребеночка, отправил же на улицу, чтобы детятка побегала, на качельки покаталась. И вот проходит часик, ну и полчасика хватит. Ребеночек возвращается. Что говорят обычно в других странах? Ах, ты ж свинья! Я ж тебя выкупал! Или ла. Я ж тебя одел! Или одела. А ты вывалился в грязи, как свинья пришел. Ты всегда такой возвращаешься. Я тебе одеваю в лучшей одежде, а ты приходишь, как всегда, хоть одевай на тебя лохмотье. Это другие страны. В Израиле. Опять же, это, можно сказать, притча. Возвращается ребенок, который тоже так же выглядит, одинаково, ведь дети везде одинаковые. Абсолютно. Он тоже покатался на земле, повалялся на травке, на горочке, съехал ржавой, на травке выкатался и приходит. И что говорит мама, находясь там? Она говорит, ну как мог такой хороший ребенок так вымазаться? Ну как мог такой золотой ребенок, золотое дитя так вымараться? А теперь давайте посмотрим на разность слов, которые были сказаны на одну и ту же ситуацию. Берем две ситуации. Две. Не, не берем. Я понял. Берем, ну вас берем. Вы так не показали, мне не успели. Вас двоих берем. Можно вас? Да, и вы. Вот родители, вот родители. И вот родители говорят, ах ты ж. Ну я же на сестру не могу так сказать. Ах ты ж. Такой-сякой. Тебя отправили, смотри, какого красивенького, какого чистенького, какого выглаженного. А ты вернулся, как вот такой-сякой. А тут говорим, ну как могла такая красивая девочка так испачкаться, такая хорошая, такая милая. Как? И вот уже у детей формируется внутри самооценка о себе. Тут ему говорят, ах ты ж свинья, ах ты ж. Дети говорят иногда, скотила. Однажды одна сестричка рассказала следующую историю. Маленькая девочка, что-то там произошло, и она говорит, ах ты ж скотила. А мама к ней обращается, говорит, откуда ты такое слово знаешь? Я же тебя не учу таким словам. Но стыдно стало в церкви, все это происходило. И потом она вдруг вспомнила. Она кошку, когда та забирается на стол, что-то ворует, говорит, аж ты ж скотина. Ах ты ж тварь, так и ребенок. Скотила. Мы формируем в наших детях самооценку о себе. Но ребенок-то хороший. Хороший. Но он вымазался, вымазался. А вы говорите, а я в детстве так не был. Я завязал пионерский галстук. И как завязал, так со школы и пришел. Чистый, накрахмаленный. И отличный. Я в детстве так себя не вел. Ну, конечно, в детстве тогда себя так не вели. А сейчас почему-то так себя веду. Спасибо большое вам. Дорогие. Первое, о чем мы с вами говорим. Сказанное тобой влияет на твою жизнь. Сказанное тобой влияет на жизнь других людей. Ты как родитель. Много тут родителей у нас сегодня сидит? Если у вас есть дети. Покажите мне. Дети у вас есть. Дети. Классно. Благословенные родители. Если у вас есть дети. И даже если им уже, как некоторые говорят, тлицит ли. Вы все равно. То, что вы говорите им, это влияет на них. Ты можешь сказать. Ты всегда такой был неряха, неудачник, неуспешный человек. У тебя никогда ничего не получалось. Ты всегда в школе плохо учился. А теперь у тебя и с работой ничего не получится. Такая моя доля. Тянуть тебя всю свою жизнь на своем горбу. Во-первых, на себя благословение призвали, на свой горб. Во-вторых, как-то вот ребенка благословили, даже если ему за 20. А ведь можно по-другому сказать. Даже если ты всю жизнь говорил так. Даже если ты всю жизнь, можно сказать, в кавычках, благословлял ребенка. А ведь ты можешь сказать, слава богу, у тебя все получится. Да, ты плохо учился в школе, но у тебя все получится. Я буду молиться. Я буду благословлять тебя. Я буду помогать тебе, потому что я люблю тебя. У тебя все получится. И, быть может, твой ребенок впервые в жизни услышит от тебя такие слова, а он уже состоявшийся человек, взрослый мужчина или женщина. Поверь, эти слова, они будут исцелением для его души. Поверь, достаточно людей, которые проклинают наших детей. Кто же их будет благословлять, как не родители? Кто же их будет любить? Кто же будет говорить о них доброе и призывать доброе в их жизнь? Если мы говорим доброе, Писание говорит, то доброе и случится. А если плохое говорим, то плохое случится. Зачем тебе призывать плохое в жизнь свою? Зачем тебе призывать плохое в жизнь своих детей, в жизнь своих внуков, в жизнь своей домашней церкви, в жизнь своей поместной церкви? Зачем тебе призывать злое, плохое и говорить? Всегда так было. Всегда возле меня сидела вот эта баба Дуня, и всегда вот она опаздывала на служение, и я постоянно во время поклонения, значит, она мешала мне. А ты скажи по-другому, я благословляю тебя, сестра Дуня, я благословляю тебя, я знаю, ты приходишь вовремя. Ты совсем чуть-чуть опоздала, я знаю, на следующее служение мы вместе с тобой встанем в 10 утра на служение. Мы будем встать вместе и славить Господа. Скажи это благословение в жизнь, скажи раз, скажи два, и ты увидишь, сестра Дуня, она придет вовремя. Аминь! Аминь! Вместо того, чтобы бурчать, вместо того, чтобы проклинать, вместо того, чтобы ставить клеймо на жизнь человека или на свою жизнь. Когда ты стоишь рано утром и подходишь к зеркалу, кто-то вспомнил, как он к зеркалу сегодня утром подошел, и, возможно, ваше лицо немножко помятое, возможно, прическа немножко не такая. Возможно, ты в 50 своих лет первую машинку увидел на лбу. Ты говоришь, какая развалина. Сестра чуть по-другому могла сказать. И ты смотришь на себя, ты себя не любишь, и ты себя, в кавычках, благословляешь, смотря на себя. Ты же старая развалина. Ну, давай будем тебя приводить до ладу, чтобы в церковь пойти. Сейчас мы тебя подмарафетим, подкрасим, подгладим и вперед. Есть еще порох в пороховницах. Ничего. А вместо того подойди, и даже ты увидел в зеркале что-то не так, как тебе хочется. Да, возможно, 20 лет назад ты выглядел или выглядела намного лучше. Ты подойди и скажи, я Божье творение во Христе Иисусе. Я новое творение. Все старое прошло. Я с каждым днем становлюсь ближе к Господу. И все мои печали, и все мои слезы, и все мои страдания, и все мои переживания, и все болезни, они там не будут. Я еще на один день стал ближе к Господу. Вы посмотрите, какая разница, существенная разница в этом подходе. То ли ты говоришь одно, то ли ты говоришь другое. Ты сам говоришь в свою жизнь. Если доброе говоришь, Писание говорит, доброе случится. Но если плохое говоришь, ты призываешь в свою жизнь эту старую развалину каждое утро, то почему-то другие потом о тебе начнут так говорить. А ты будешь, ну вот я же так и думал. Ну вот как ты думал, как ты сам о себе говорил, такой образ ты нарисовал внутри себя, так тебя и воспринимают другие люди. А ты можешь говорить, а я и в старости полон сил, я и в старости подниму крылья и полечу, как орел или орлица. И юноши, да что там я, и юноши ослабевают, и юноши устают, но надеющиеся на Господа обновятся в силе. И ты благословляешь свою жизнь, благословляешь свой дух, душу и тело, и твое настроение. Твоя внутренняя мотивация, они поднимаются вверх. Скажи аминь. Аминь. Сказанное тобой влияет на твою жизнь. Сказанное тобой влияет на жизнь окружающих людей. Вспомните, что мы говорим друг другу. Я расскажу вам еще одну историю. Однажды было соревнование альпинистов, которые поднимались на одну высокую-высокую гору. В Израиле мне довелось пролезть по горам. Это было не очень для меня приятное впечатление, ощущение. Может быть, когда-нибудь я расскажу об этом. Но вот эти альпинисты, они полезли в гору. Но она была настолько высокая и крутая. И вот все, собравшись внизу на это соревнование, они говорили, слушайте, вам никогда не преодолеть эту гору. Она такая высокая и отвесная. Вы не сможете добраться туда. У вас не получится. Посмотрите, солнце встает, сейчас оно будет жарить. Посмотрите, как отвесны эти скалы. Посмотрите, вы сорветесь, упадете. И поломаете себе кости. Ну, такие они начали этот подъем. Что делать? И вы знаете, один за одним останавливался на этом подъеме, спускались назад. И лишь один человек добрался до вершины и завоевал первое место. Знаете, кем оказался этот один-единственный человек? Правильно. Он был глухим. Он не слышал то, что провозглашали, что говорили люди, стоящие внизу. Дорогой мой, то, что говорят окружающие, оно сильно на тебя влияет. Хочешь ты этого или нет? Если ты придешь в церковь, где тебя будут ободрять и говорить, слушай, да, ты пришел с проблемами, да, корзинка полна, да, нужд очень много. Вы посмотрите, как сильно нуждается церковь, как все плохо. Господь оставил эту церковь. Ты будешь, ну, точно, что-то не так. Ну, что-то не то. Пойду в ту церковь, где корзина за нужды, а там всего одна записка, и то одна и та же бабушка Маша пишет. Пойду туда, где нужд нет. А ведь можно по-другому. Смотрите, как много нужд. Смотрите, сколько нужд. И на все эти нужды Бог отвечает. Божья сила сходит. Бог дает работу. Бог исцеляет. Бог восстанавливает взаимоотношения. Бог благословляет своих детей. И из этого множества, мы тут видим еще множество записок, благодарения. Это одна и та же ситуация, но с разным подходом. Каков ты человек? Как ты подходишь к различным ситуациям в своей жизни? Вот ты заболел, и ты говоришь, вот я опять заболел. Я так много болею. Я такая развалена. Я опять заболел. Или ты говоришь, я пройду это. И даже если я пойду долиной смертной тени, я не обовезла. Потому что Божий жезл и посох, они меня будут успокаивать. Бог мой добрый пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Аминь. Совершенно два разных подхода. Если на твоей домашней церкви есть сестричка, которая постоянно говорит, денег нет, нет денег, нет денег, денег нет. И каждый раз она просит молиться о финансовом состоянии. А ты будешь говорить, сейчас опять баба... Так, Дуня была, Маша была, баба Катя опять будет говорить, что у нее нет денег. Вместо этого ты скажи этой бабушке Кате, бабушка Катя, у вас все наладится. Это у вас сейчас нет денег. А на небе золотые тротуары. Все золото там, на небе. Там ты будешь такой богачкой. Да тебе будут завидовать все твои неверующие соседи и родственники, смотря на тебя. Бог восполнит твою нужду. И ты, как хороший брат, как хорошая сестра, откроешь свой кошелек и благословишь бабушку Катю, а не просто помолишься за нее. И если у тебя возможность дать 2 гривны, дай эти 2 гривны. Если у тебя возможность дать 102 гривны, дай 102. Восполни нужду брата или сестры. Не просто говори, сейчас опять будет то-то, и смеяться сидеть с кем-то рядышком, высмеивать кого-то. Вместо этого имей настрой на то, чтобы благословить человека и в словах, и в делах. Потому что сказанное тобой повлияет на жизнь конкретного этого человека. Это сестричка, простая сестричка, у которой действительно серьезная ситуация. Она услышит, как ты смеешься с нее. Она услышит, как ты хихикаешь с братом или сестрой на ДЦ. И в следующий раз она почему-то не захочет прийти. Она скажет, с меня смеются. Они не понимают мою нужду. Они думают, я просто так рассказываю. А у меня жизнь была вся поломана. У меня пенсия маленькая. А с меня эта молодежь смеется. Мы можем разрушить в человеке веру. Но мы можем ее и поддержать. Аминь. Что мы говорим? Давайте мы будем следить за своим языком, следить за нашими словами. Потому что сказанное нами влияет на нас и на окружающих нас людей. Давайте мы пойдем дальше. Второе, о чем мы будем говорить. Язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть. Итак, слова, которые ты говоришь, они приносят либо жизнь, либо смерть. Смотрите, тут не сказано, что еще третье что-то есть. Есть такая книжка Александра Беляева, но это не я ее написал. Она так и называется «Третьего не дано». Может, кто-то читал? Не увлекаются, да, в Киеве тут? Понятно. Итак, третьего не дано. Третьего не дано. Либо твои слова принесут жизнь, либо они принесут смерть. Слушайте, когда жизнь, нам нравится жизнь. И мы хотим, чтобы в нашу жизнь говорили хорошие, позитивные слова, которые приносят жизнь. Но говорим ли мы эти слова другим? Библия учит нас в Матфея 12 главе. Давайте мы откроем Матфея 12 главу, 36-37 стих. Иисус говорит здесь «За всякое праздное слово, какое скажут люди, ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Так хорошие были слова, приносящие жизнь. Итак, Библия говорит, что за всякое слово, это слова Христа, за всякое праздное слово мы дадим ответ в день суда. Да, слушайте, ведь мы живем на этой земле не просто перед братьями и сестрами, перед пастырями, перед родителями, перед детьми. Мы живем перед Господом. И за всякое наше слово праздное мы дадим отчет в день суда. Придет время, когда за каждое слово нам нужно дать ответ. Написано, за каждое слово мы дадим ответ. Нет, будет суд Божий. Не все закончится так, что пожили люди на этой земле, как иногда на похоронах неверующие люди говорят. Ну вот закопали два метра под землей. Вот это и все, жизнь человека закончилась. Все. Его только будут родственники вспоминать. Библия говорит, что будет суд Божий. И за каждое слово, твое и мое, мы дадим перед Господом ответ. Потому что от слов своих мы оправдаемся, и от этих же слов мы можем быть осуждены. Поверьте, нас не Бог осудит. Нас не ангелы небесные осудит. Нас не святой Петр осудит. От своих слов мы или оправдаемся, или осудимся. Третьего не дано. Как важно то, что мы говорим. Твои слова приносят либо жизнь, либо смерть. Если ты говоришь, и твои слова приносят жизнь, тогда ты оправдаешься. Если смерть, будешь осужден. Это так важно, что мы говорим. Что мы говорим на своих кухнях, когда мы приходим после служения. Мы говорим, да, прославление так ничего сегодня было. Молодец эта группа. Хотя та лучше поет. Лучше как-то Бог приходит, когда они поют. А проповедник слабоват, слабоват. Как-то не очень он сегодня. Как-то вот подкачал. Какие слова мы сеем, и что слышат наши дети. А потом наши дети так и говорят. Слабоват проповедник был. Мы говорим, откуда ты, Яна, знаешь такие слова? Откуда? Она говорит, папа сказал, тато сказал. А слова тато, или та-ты, в общем отца, они очень важны. Дорогие друзья, мы должны так сильно контролировать свои уста. Аминь. Аминь. Твои слова могут принести жизнь или смерть. Давайте мы откроем притчи 11 главу, и мы прочитаем 11 стих. Притчи 11, 11. Здесь сказано, благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Что такое благословение праведных и что такое уста нечестивых? Это слова. Благословениями праведных, когда мы благословляем город Вишневый, когда мы благословляем город Киев, когда мы благословляем, конечно же, город Кременчук, мы благословляем, и благословением праведных город возвышается, поднимается, устраивается. Но словами нечестивых, устами нечестивых людей он разрушается. Дорогой мой, то, что ты говоришь, оно так сильно дает либо жизнь, либо смерть, либо разрушение, либо благословение. Твои слова либо поднимают человека, возвышают человека, либо разрушают его, либо его уничтожают. Слово оно может так сильно ранить. И вы можете сейчас буквально на минутку вспомнить последний раз, когда чьи-то слова вас очень сильно ободрили, а чьи-то слова вас разрушили. Просто разрушили. И вы думаете, Господи, за что мне такое сказали? Ну я всего лишь один раз что-то не так сделал, и мне говорят, ты такой-сякой, ты всегда так делаешь. И руки опускаются. И думает та жена, слушай, ну когда в доме чисто, ты никогда не скажешь, молодец, умница. А когда грязно, ты всегда заметишь. Это бывает один раз в год. И ты заметишь и обратишь внимание, грязно. Но когда чисто, почему ты не скажешь, что чисто? И наши жены порой, они опускают руки и думают, я стараюсь, стараюсь, стараюсь. После работы стою на второй смене у вечного огня. А мне слова доброго не скажут. Но когда я не встала вовремя у станка вечного огня, тогда он и говорит, где еда есть? Чтобы не сказать другое слово. Хочу! Твои слова, они либо поднимут жену, либо разрушат ее. И потом такие сестры, проходит год, проходит два, и быт затягивает, и доброго слова от мужа не услышишь, как только почему-то на день рождения или отголоски советского времени на 8 марта. И потом такие жены говорят, я не хочу жить с таким мужем. Я не хочу, я устала. И мы начинаем молиться за такую сестру, молиться, молиться. А мы забываем о том брате, который именуется чулувик, муж. Что он имеет и несет ответственность за свою семью, за духовное состояние своей семьи, за молитву в своей семье, за чтение Писания в своей семье, за наставление, священнически обязаны не на плечах сестер, а на плечах мужей. И братья скажут, ой, какие братья. Так как-то вот вы на футболе громче кричите, я уверен. Я звонил Юрию Бабинцу, пока его нет, я расскажу историю. Я звонил Юрию Бабинцу на следующий день после игры Англия-Украина. Вспомнили, да, этот матч? Я говорю, алло, Юрий, приветствую. Такой голос трубки, приветствую. Я говорю, Юра, ты заболел? Как раз он подростковый заезжий. Нет, футбол вчера был, мы болели. Я говорю, а, братья, кто несет духовную ответственность? Вы несете? А на футболе вы как кричите? Ладно. Я же не вижу, как вы кричите, действительно. Может, вы тихо кричите? Так, шепотом? Давай, давай, молодец, забил, ура. А жена ее не слышит, она в это время спит. А она не слышит. А потом, утром, ты поднимаешь свою семью и говоришь, драгоценная жена моя, драгоценные дети, давайте мы встанем и помолимся. И так громогласно говоришь. И ты говоришь, вот, кстати, я со своей семьей, супруга, детки мои тут записывают. И ты говоришь, пусть Бог благословит тебя, Настенька, пусть Бог благословит тебя, Максим, жена драгоценная, голубица моя, Катюша. Пусть Бог благословит. Давай мы помолимся, прочитаем Слово Божье. И ты такой священник, и ты благословляешь свою семью. Что вы там смотришь в футбол? Такой просто божественный муж. Твои слова, они приносят либо жизнь, либо смерть. Итак, третье. Мы подходим уже к концу. Третье. Тут написано, поэтому, запятая, любящие говорить, запятая, должны быть готовы принять последствия сказанного. Наконец-то дошла очередь до тех, кто любит говорить. Я иду к вам. Кто любит говорить? Я держу уже руку. Кто со мной? Петя, подымай, чего ты стесняешься? Так, а пастор Коля подымал руку? Скромный, да? Ясно. Я обращаюсь сегодня к себе и к тем, кто из клуба любящих говорить. Написано, поэтому, дорогие мои братья и сестры, и все живущие на планете Земля, на все поколения, любящие говорить, должны быть готовы принять последствия сказанного. Ну, слушайте, первая половинка стиха хорошая. Любящие говорить, как-то ободряют, да? Вот кто любит говорить, молодцы. Молодцы вы, что вы не молчуны. Ну, молодцы, что вы любите поговорить-то, а? Ну, Библия говорит, ну, кто любит поговорить, он должен быть готов принять последствия того, что он сам сказал. А как поговорить, так мы любим. Пообсуждать-то, а? Как мы любим. Ну, не осудить, конечно же. Но так, обсудить обстоятельно кого-то, что-то. А сестричка сегодня пришла в юбочке короче, чем надо в церковь. А братик пришел в спортивных штанах. И мы так обсуждаем, так немножечко, легонечко. Но ведь если мы любим говорить, мы должны понять, что будут последствия того, что мы говорим. Библия говорит нам, что посеет человек, то он и пожнет. Мы сеем, мы пожинаем. Только сеем мы с радостью. А что ж ждем-то со слезами-то, а? Ну, что ж, когда мы о себе услышали какое-то нелестное слово, мы начинаем расстраиваться и обижаться. А как год назад мы говорили эти нелестные слова, мы с радостью говорили. Нам так хорошо было перемыть кому-то что-то там вот внутреннее. Перемыть с водичкой, да с шампунчиком. Перемыть! А как нас начинают перемывать, мы обижаемся. Мы подходим к кому-то и говорим, вот сплетничают обо мне сплетники и лжецы все. Как они могли меня, святого человека, оклеветать? Дорогой мой, а что мы посеяли, то мы и пожинаем. Если ты любишь говорить, последствия того, что ты говоришь, будут в твоей жизни. Что ты сеял, то ты и пожнешь. И последнее местописание, которое я хочу очень быстро прочитать и сказать, что на самом деле то, что мы говорим, оно не просто потому, что мы сказали, оно исходит из нашей внутренности, оно исходит из нашего сердца. Давайте мы прочитаем Луки 6 глава, 45 стих. Луки 6, 45. Здесь сказано, добрый человек, слова Христа, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Дорогой мой, если твои уста наполнены злым, нечестивым осуждением, сплетнями, обманом, хитростью, коварством, то это, к сожалению, исходит изнутри, из сердца. Вот что в твоем сердце, то ты и выносишь. Если у тебя доброе внутри, ты будешь доброе выносить, ты будешь выносить благословение, ты будешь выносить жизнь, и ты будешь говорить, «Сестричка, как вы сегодня хорошо выглядите, я так рад, что Бог коснулся вашей жизни, я так рад, что в вашей жизни все хорошо, и даже если у вас что-то не так, Бог обязательно вас благословит, Он обязательно спасет ваших родных, Он обязательно даст вам ответ, Бог так любит вас, следуйте за Ним, и пусть Бог благословит вас также и тем, чтобы вы познали Его, были в Его Царстве». Или мы можем сказать, «Ну вот, опять спишь на служении, ну как можешь, и человек думает, ну вот, и поспать не дают, пришел на святое место, святой сон, написаны же с наведениями, вразумляемы будут. Твои слова могут принести жизнь или смерть. Что ты говоришь? Что в твоей внутренности? Из доброго сердца ты вынесешь доброе, а из злого сокровища сердца своего ты вынесешь злое, ибо от избытка сердца говорят уста». А помните молитва Давида? Он говорил, «Сердце чистое, сотвори во мне». Слушайте, у нас у всех такие грязные сердца без Бога. Там такая грязь, такой непотреб. Там ссор. И я хотел бы, чтобы мы сегодня молились, чтобы Бог наши сердца очистил. Чтобы сердца чистые, плотяные дал нам, и Дух правый обновил внутри нас. Чтобы мы из доброго сердца сокровища нашего выносили доброе, благословение, жизнь. Чтобы мы поддерживали тех, кто находится в нужде. Чтобы мы благословляли окружающих нас. Чтобы мы благословляли детей наших. Чтобы мы благословляли жен, мужей наших, внуков наших. Благословляли, благословляли, благословляли. Потому что благословением праведника возвышается город, возвышается семья, возвышаются твои дети, возвышается твоя поместная церковь, возвышаются те люди, с которыми ты работаешь, твоим благословением. Поэтому благословляй правительство, благословляй свой город, благословляй церковь, благословляй пастырей, благословляй своих друзей. Не проклинай, не желай зла, не говори худые вещи в их жизни. Благословляй, и ты будешь понимать. Сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри. Притча 4.23 сказано, больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Храни свое сердце, храни свою внутренность от грязи, не дивись у себя и непотреб по телебачению, по интернету, не дивись. И как бы не тягнуло, не дивись, это непотреб. Он потрапляет в твое сердце, он там размножается, а потом из всего сердца ты выносишь злое. Аминь. Не сей в свою внутренность всякую гадость, сей благословение, смотри положительное, общайся с положительными, ищи Господа и познавай Его. Наполняй свою внутренность добром, и тогда вся твоя жизнь будет благословением, и ты будешь благословением для других. Итак, дорогие мои, мы сегодня говорили с вами о силе слов. Давайте мы встанем. Мы говорили с вами сегодня о силе слов. Эта сила велика. Сказанная тобой влияет на твою жизнь. Если говоришь доброе, хорошее случится в жизни твоей, но если плохое ты говоришь, то плохое случится. Язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть, поэтому любящие говорить должны быть готовы принять последствия сказанного. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарим тебя за твое слово, которое сегодня и ободряло нас, и утешало, и обличало, и наставляло. Наш Небесный Отец, мы сегодня обращаемся к тебе. Очисти нашу внутренность, очисти наши сердца, чтобы они были добрыми, чтобы мы из сокровища сердца своего выносили доброе, выносили жизнь, выносили благословение. Боже, мы хотим покаяться сегодня. Прости нас, когда мы проклинали. Прости нас, когда, как будто мы говорили положительные слова, христианские, но оно было наполнено ядом. Господи, прости нас, когда мы говорили плохое нашим детям, когда мы провозглашали плохое нашим близким. Господи, прости нас, очисти наши сердца. Сердце чистое затвори во мне, и Дух правый обнови внутри. Во имя Иисуса. Послужи, Господь, каждому из нас. Очисти наши сердца, очисти наши уста. Очисти. Дай нам быть скорыми наслышаниями, но медленными на слова и медленными на гнев. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И наша следующая молитва сегодня о тех, кто сегодня, возможно, впервые находятся в этом зале. Возможно, вам не все было понятно, что сегодня говорилось. Возможно, вы не все поняли, то, что происходило здесь на сцене во время пения. Возможно, вам не были понятны какие-то моменты. Но вы почувствовали, что здесь Бог. Если вы пришли на это место, и вы еще не каялись в своих грехах. Если вы пришли сюда впервые, или несколько раз ходите, или ходили уже в церковь, но по каким-то причинам отпали, отступили. Опять свернули на какую-то сторону, где грех пришел в жизнь. Сегодня эта молитва для вас. Где бы ты ни стоял на этом месте, возможно, ты где-то сзади, посерединке, или на балконе. Это молитва для тебя. Я приглашаю, приходи сегодня вот сюда вперед, там, где я стою. И мы вместе со всей церковью помолимся и благословим тебя. Помолимся и благословим твою жизнь. Помолимся, чтобы Бог простил тебе твои грехи. Вошел в твою жизнь. Стал твоим Господом и Спасителем. Где бы ты ни стоял, проходи навстречу ко Христу. Бог ждет тебя. Бог ждет тебя. Бог хочет сегодня встретиться с тобой. Сделай к Нему первый шаг. Сделай к Богу первый шаг. Господь никогда тебя не обманет. Он никогда от тебя не отвернется. Он никогда тебя не обидит. Бог никогда тебя не предаст. Когда ты придешь к Богу с искренним сердцем, с искренним покаянием. Бог примет тебя, как свое дитя. Бог простит тебе твои грехи. Бог войдет в твое сердце. Твоя жизнь изменится. Твое сердце изменится. Возможно, ты стоишь на этом месте и ты думаешь, да я бы и хотел пойти так страшно. Или стыдно. Люди же на меня смотрят. Писание говорит, кто постыдится Христа, того и Он постыдится, когда явится. Что для тебя важнее? Чтобы Бог отвернулся от тебя. Или мнение людей для тебя важно. Приходи сегодня навстречу к Богу во имя Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы быть в Царстве Небесном, когда закончится твоя земная жизнь. Как мы сегодня говорили, за всякое праздное слово, за всякое слово мы дадим ответ и отчет на суде. Пусть Бог благословит каждого, кто стоит на этом месте. Возможно, ты еще вагаешься. Ты борешься внутри себя. Сделай шаг навстречу Господу. Оставь свой стыд и страх. Пройди сюда вперед, как это сделали эти смелые юноши, девушки. Приди навстречу ко Христу. Он любит тебя. Он любит тебя. И Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Буквально через несколько секунд мы начнем эту молитву. Ты можешь еще успеть подойти сюда и помолиться Небесному Отцу. Давайте мы закроем свои глаза и помолимся Богу. Писание говорит, если сердцем веруешь, а устами исповедуешь, видите, опять уста, опять язык, устами исповедуешь Иисуса Господом, то будешь спасен. Если в сердце Твоем есть вера, повтори со мной эти слова, эти слова простой молитвы. Дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя, прости меня. Я каюсь. Очисти меня. Войди в мое сердце. Стань моим спасителем. Стань моим Господом. Измени мою жизнь. Помоги мне, Боже. Я нуждаюсь в Тебе. Я возвращаюсь к Тебе. Я хочу жить с Тобой. Помоги мне. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь.